Она в четыре раза быстрее скорости звука, способна сбивать самолеты, вертолеты и прочие воздушные цели. Изделие, которое позволяет авиации поражать противника, без риска быть сбитой вражеской системой ПВО. Все это об американской ракете AIM-120 AMRAAM, которую США уже пообещали вооруженным силам Украины. Они могут уничтожать цели на расстоянии более 100 километров, что в принципе относится к ракетам большой дальности класса воздух-воздух. Сама ракета представляет собой фактически изделие длиной почти 4 метра. Это достаточно мощная ракета. Она летит со скоростью 4 маха. Это фактически приводит к тому, что если самолет вражеский попал в захват данной ракеты, скорее всего ему не удастся уйти. Многие преимущества ракеты AMRAAM связаны с ее системой наведения. Она оборудована самонаводящейся боеголовкой. Огонь возможно вести на расстоянии от 50 и до 180 километров от цели. При этом ракета при подлете способна сама захватить цель, что позволяет пилоту запускать сразу несколько ракет по разным воздушным объектам. Как правило, речь идет о осколково-фугасных. Фактически ракета может непосредственно огневым поражением уничтожать воздушное судно. Так, в том числе и осколками на достаточно большом расстоянии. Разрабатывались AMRAAMы, естественно, для западной авиации. Однако ракеты в свое время адаптировали и подсоветские самолеты, которые сейчас стоят на вооружении Украины. В первую очередь речь идет об истребителях МиГ-29. Главный недостаток такой адаптации для использования советской техники – это необходимость использования так называемого эмулятора, когда фактически ракета подключается не к бортовой системе самолета, а к определенному планшету, который эмулирует работу компьютера западную, платформу авиационной. И, как правило, в связи с этим ракета может иметь ряд ограничений. Но ограничиваться украинские пилоты вряд ли станут, уверяют аналитики. Передачу нам американских авиационных ракет большинство из них считают верным признаком того, что вскоре за ними прибудут столь долгожданные F-16. Это фактически один из составных элементов будущей передачи западных авиационных платформ. Потому что до момента, когда эти самолеты физически прилетят на территорию Украины, есть необходимые боекомплекты вооружения, для них уже должно здесь быть находиться. Наличие этих ракет у Украины будет иметь грандиозный эффект не только в небе, но и на линии столкновения, говорят эксперты. Дело в том, что сейчас одной из главных проблем при фронтовых территориях являются российские авиабомбы, которые издалека сбрасывают вражеские самолеты без риска быть сбитыми нашей системой ПВО. Ракеты же «Амраам» дадут возможность уже украинским истребителям сбивать врага вне зоны действия рашистской ПВО, что впредь не позволит безнаказанно бомбить украинские земли. Уничтожение вражеских вертолетов, самолетов и других воздушных целей, в том числе, например, беспилотников. Вторая оставляющая, если мы говорим про отдельные модификации более последних даемных ракет, они могут использоваться в том числе как элемент системы противовоздушной обороны. Имея скорость 4 маха, в принципе, потенциально могут быть случаи, когда в тех или иных обстоятельствах, в том числе с воздушной платформой, могут уничтожаться и баллистические цели, например, речь о крылатых авиабомбах. И теперь вишенка на торте. Если кто-то решил, что эти ракеты можно запускать лишь с самолетов, и количество ударов будет ограничиваться лишь числом авиации, это совершенно не так. Если говорить об зенитной модификации АИМ-120 АМРАМ, то она в том числе используется в комплексах наземных зенитно-ракетных. Это речь идет о том, что фактически эта ракета может быть использована для запуска с платформы «Земля-воздух», для уничтожения тех же крылатых ракет или дронов, например, с комплексом ААСАМС. При этом вместо сочинения легенд вроде аналогов «Нет» и прочего, практичность своих изделий американцы доказывают на практике. К слову, успешно уничтожая объекты, в том числе российского производства. Они достаточно активно использовались в военных конфликтах в Ираке и в Косово. С помощью данных вооружений были уничтожены разные виды воздушных техники. В первую очередь здесь идет о мигах.